В подвалах еще 32 тысячи на прошлый год было, и сейчас мы добавили еще тысячи полторы экспонатов за год. Потихоньку, потихоньку люди приносят, архивы передают нам то оттуда, то оттуда. Мы уже не хотим брать, ну зачем, чтобы он там лежал? Они там сейчас хранятся. Подколы хорошие, как называют винные подвалы, там где температура все время одинаковая. Летом там при температуре 12-15 градусов долго без курточки не просили. Ох, прохладненько. Ну это все такое, это то, к чему мы есть. Тут создавался музей, было 2000 экспонатов, это в 80-м году когда открыли. Видите, оно пополняется. Но мы сейчас активнее работаем. То были люди уже более пожилого возраста, которые так меньше этим занимались, больше показ. А мы сейчас стараемся все, что сохранилось, собрать. Собрать, потому что это невосполнимо потом. Не подлежит восстановлению ничего, то, что мы сейчас не соберем. Он по службе ВХСС, он говорил, у меня на стуле подготовлены материалы. Ну несколько пачек таких. А мы никак не можем их привести в порядок и сделать хотя бы такое, как вот у Бога. Нет людей тех в организации, что были. А это уйдет, если оно невосполнимо будет. Там тоже очень интересные были дела, о которых можно рассказывать, можно писать. Вот приходили телевизорчики, дайте. Начали рассказывать. Почему нечек был? Юра М. Польский работал, между прочим, у вас на книжной фабрике. Так он наклепал, был порядка нескольких десятков тысяч 50-рублевых купюр в 60-м, 59-60-е годы. А в 60-м году пошел обмен денег. И далее срок был три месяца. Если только не реализуют все. А как же их можно обменивать обменниками, если там везде идет один номер? Купюра сделана хорошо, но номер-то один. И вот когда они начали быстро менять во всем Союзе, в Одессе ни одного сбыта не было. Сбивали в Новосибирске, в Москве, в Донецке, в Киеве, в Архангельске. А в Одессе ни одного сбыта нет. Искали по всему Союзу. Усиленные группы. Это особо опасное государственное преступление. Он носит диссонанс в работу всех финансовых структур. Не могли найти. Приезжали оперативные группы. Уезжали. По полгода здесь сидели. А потом Довиденко тихонько. Тихонько наш Василий Георгиевич начальник отдела БХСС был в то время города. Ну, оперативные возможности есть у каждого опера. Это то, что все знают. Не знают только конкретных людей, которые подсказывают. Он вышел на него. Вышел. Установили его. Установили сбытчиков. Тех, которые 10 человек. Группа ездила по Союзу сбывала. Посадили. Он получил 10 лет. 10 лет. Сидел в нашей 14-й колонии. И в 67-м году в ноябре месяце побег. Удрал. Ну, там есть все в порядке. В колонии вот такой особо опасный преступник находится под постоянным вниманием. Если на 10-15 минут его наблюдающие теряют из вида, там не обязательно, что он надзиратель был. Свои же. То сразу поднимается в колонии шум. Ставится колония. Колония строится. А тут не кинулись. Выключился свет. 20 минут света не было. А утром обнаруживают на ипподроме ролики на высоковольтной линии. Ну, это, скорее всего, в одной был маневр. Потому что кто-то в этот же период времени вышел. Школа закончила работу. Там не учение, а школа работала. И кто-то выходил. Преподаватели выходили. Кто-то выходил в капюшоне. Ну, охрана привыкла к тому, что в это время выходит. И так это пошли. Ну, мастер был высокого класса. До сих пор у всех руководителей системы ИТУ. Чернильные приборы. Только не такие, ну, такого типа, только бронзовые, выточенные. Там такая филиграмная работа. До сих пор досталась. Через три месяца, через три месяца, я вот эту историю расскажу. Через три месяца его задержали. На автовокзале, при попытке переезда. Задержали, посадили такого, ну, помните, джентльмены у дачи? Когда этого узбека спрашивал, сколько у него было? Он сказал, вот, а ты знаешь, сколько за побег? Шесть. Ты говорил, получил свои шесть лет за побег. Плюс почти четыре года не отбытых. Почти десять лет получил и уехал в Воркуту. Извините, там условия не отбытых. Пять в Воркута. Но так через два года его не стало. Он был маленький, худенький. Рука и глаз были очень точные. А здоровья не было другого. Кто ему организовал, поверьте, до сих пор не известно. Я занимался. Я в то время сидел на фальшивках в городе. Ну, на фальшивках, это, так, направление деятельности одно было. Кроме других обязанностей еще это. И когда он бежал, начали его разыскивать. Пришлось поднимать эти все дела, которые были уголовные, все прочее. Изучать его связи, организовать розыск вместе с колонией, со всем. Я посмотрел то, чем он был, как он был, все. Выбросили вот это клише в разобранном виде на 13-й станции фонтана. Он когда чувствовал, что вот-вот-вот его возьмут, он выбросил с пирса в море. Так потом, в ноябре месяце, группа легководоглазов работала месяц, для того, чтобы найти, чтобы получить вещественные доказательства. Что-то нашли. Но далеко не все потом. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...